Эвакуатор забирает машину, инспектор составляет протокол. Эти меры встречают полное понимание тех, кому приходится стихийные парковки объезжать. Каждый день под знаком стоянка запрещена выстраиваются десятки машин. Некоторые умудряются парковаться и прямо на проезжей части или тротуари. На курорте таких стоянок уже четыре. Одна из них открылась на днях в Адлере в районе аэропорта. Забирая авто, владельцы потратят немало времени и денег. Оплатить придется не только сумму штрафа, который в зависимости от вида нарушения составит от одной до двух тысяч рублей. Только за доставку машины на штрафстоянку водитель должен будет достать из кошелька без малого две тысячи рублей. А один час нахождения автомобиля на стоянке обойдется ему в 22 рубля в час. На новую штрафстоянку в Адлере за три часа уже успели привезти более десяти неправильно припаркованных машин. А с водителями больших грузов решили бороться по-другому. Их будут лишать аккредитации. Нарушив правила дорожного движения, перевозки грузов и техосмотра, они могут потерять пропуск и лишиться работы. В этом году транспортная дирекция Олимпийских игр уже отозвала у предприятий 18 аккредитаций и аннулировала 198 пропусков на стройке олимпийских объектов. «В том случае, когда предприятие теряет пропуск на автомобиль, соответственно, он уже не может заезжать на тот или иной охраняемый объект и на грузовые дворы не может заехать. Соответственно, деятельность свою не может вести предприятие надлежащим образом. Поэтому это такой существенный рычаг для управления. Возможно, я уверен, что данная мера поможет». Сегодня на Олимпийской стройке работает 99 аккредитованных автопредприятий. Для иногородних перевозчиков выдано порядка 4000 временных пропусков. И если водители больших грузов продолжат нарушать правила, то их будут наказывать.